послушайте я конечно вижу что там купленные россиянами путиным орбан ставят в палки в колеса по передаче помощи украине но я я даже себя оптимистом не могу назвать я оптимистично настроенный реалист да то есть у меня есть прекрасный афоризм если вы видите свет в конце туннеля возможно это тот свет вот это понимаете это отношение к жизни реалисты то есть один оптимист считает что стакан наполовину полом пессимист считаешь что стакан наполовину пустоя вот тот реалист который отпил половину этого стакана понимаете о чем я я же не теоретик понимаете то есть я вижу мощь россии в этом военные по мне там снаряды прилетали там ну то есть по моим позициям конечно там засыпало меня этой землей это ж не то что там по телевизору это смотрел в мою посадку заходили дрэшники убивали моих товарищей там сослуживца то есть я это все на своей шкуре прочувствовал еще 14 года но я вижу динамику и мне она понятна я конечно я понимаю что тому байдену престарелому нафиг не надо чтобы при желании америка могла там в течение там я не знаю полугода поставить нам вооружение там и 105 55 миллиметровые снаряды все остальное там ленд-лиз был открыт если бы он хотел это сделать если по америка это в широком смысле хотелось сделать можно было бы покончить с вторжением россии в украину в течение там полугода этого не сделали ну реально будем на это смотреть я это вижу по каким причинам они это не делают может им просто плевать я их за это не сужу потому что ну как бы америка противоположный конец света у нас половине политика украины насрать на украинский народ что мы требуем от байдена я вижу что есть там такие страны как норвегия допустим да которая дает нам миллиард да ну это много для украины и поможет сильно в войне в противостоянии российской агрессии но для норвегии это при этом фонде с запас фонда полтора триллиона долларов 1 из 4 то есть это все равно 6500 рублей отдать одну гривну одну 1 рубль ну это вообще ни о чем а нам это большое по споре я понимаю что польша понимаю чем закончится для нее если украина проиграет и нас задает россия потом будет использовать нас как ресурс для того чтобы подавить поляков там поэтому я понимаю что кто сколько сможет сделать не особо напрягаясь столько и сделают не уже увидели что украинцы достаточно хорошо противостоят вот за год да там подсчитали за это двадцать третий год закончившийся россияне одну сотую процента блин отвоевали еще территории украины все понимаешь пока переварят еще украину россии это блин долго пройдет поэтому никто особо не рвется нам там помогать что-то делают по мелочам нам этого достаточно вы понимаете что здесь достаточное количество украинцев которые готовы воевать за то чтобы перебить российскую оккупацию здесь в украине и мы будем это делать и сделаем это потому что ну если для россии это захват очередной территории там какой-то как абхазии там не знаю как приднестровье там как еще чего-то то для нас это вопрос жизни и смерти то есть кому-то может все равно он уехал там на запад в америку там эмигрировал и на здоровье есть огромное количество украинцев которые хотят чтобы здесь была украина не блин нет 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 не россия не российская империя не советский союз а украина и мы будем этого добиваться и есть кому нам помогать понимать идея в 16 и театр камсы и те кассетные боеприпасы мы используем это будем в дальнейшем использовать весьма эффективно это делаем если вы могли заметить до вторая армия мира на второй год войны блин берет третий-четвертый месяц авдеевку если не считать что на 14 года у меня подруга детства блин получил ранение под авдеевкой в пятнадцатом или шестнадцатом году понимаете и вот сейчас до сих пор они будут все будет нормально абсолютно я не то есть нету никакого оголтелого там какого-то шапка закизать дательство и что мы можем там взять там и дойти до владивостока нет но в принципе думаю до москвы еще дойдем почему нет почему нет я думаю там будет проще пройти чем допустим до куда-нибудь я не знаю до волги так что я не оптимистичен я реалистичен и оптимистично настроенный реалист